Мошенники все чаще взламывают аккаунты Facebook и Instagram, кто-то для того, чтобы разослать вашим знакомым просьбу какие-то деньги переслать им, а кто-то для того, чтобы забрать ваш рекламный аккаунт и откручивать в нем запрещенные темы. Потому что если люди откручивают то, что запрещено правилом, то система их блокирует, и они нуждаются, эти люди, в новых рекламных аккаунтах, которые они забирают именно из взломанных, либо прямо в вашем Facebook начинают откручивать рекламу, и деньги будут списываться либо с их карты, либо с вашей карты, но риск в том, что ваш Facebook могут навсегда ограничить для показа рекламы. В этом видео я хочу вам показать, какое простое действие вы можете сделать для того, чтобы защитить свой Facebook и Instagram от взлома. Покажу также реальные примеры, как пишет поддержка и как поддержка не пишет, потому что сейчас очень много людей получает различные сообщения с фразой, там вас заблокировали, нажмите куда-то, еще что-то, поэтому прежде чем нажимать, лучше посмотрите это видео до конца. Меня зовут Галина Горбань, я таргетолог, настраиваю рекламу уже больше 7 лет и обучаю настройки таргетированной рекламы, я знаю, как все связано на Facebook, решаю вопросы с блокировками, поэтому мне есть что вам рассказать, если вы хотите тоже во всем разбираться, то приходите ко мне на обучение или на консультацию, потому что когда вы разбираетесь сами во всем, то вы так сокращаете риск вообще взлома вашего аккаунта, блокировок и всего такого неприятного. Итак, самый простой способ, что вы можете сделать для своего аккаунта Instagram и Facebook, это включить двухфакторную аутентификацию. Сейчас я вам покажу, как это сделать через аккаунт Facebook. Двухфакторная аутентификация включается именно на вашем аккаунте Facebook, поэтому обратите внимание, чтобы справа вверху в кружке был именно ваш аккаунт. Здесь мы нажимаем, выбираем настройки и конфиденциальность, настройки, мы попадаем в такое окно, где мы видим личную информацию, пароль безопасность, рекламные предпочтения, нас интересует именно личная информация. Здесь вы можете увидеть все, что привязано к вашему Facebook. И когда вы заходите в пароль и безопасность, то здесь предлагается функция установить двухфакторную аутентификацию. Когда вы нажимаете сюда, то здесь предлагается выбрать, к какому аккаунту вы хотите вообще установить двухфакторную. Я предлагаю вам по порядку проверить и включить двухфакторную аутентификацию везде. Главное, обратите внимание, какая личная информация у вас указана вообще в вашем профиле, потому что двухфакторная аутентификация означает, что пойдет смс на ваш номер телефона. Соответственно, если вы здесь указали какой-то номер телефона, который недействительный, то есть риск, что вы не сможете потом подтвердить. Поэтому переходим в двухфакторную аутентификацию. Например, я выбираю свой аккаунт Facebook. И так как у меня уже она включена, видите, здесь идет пароль на мой номер телефона. Например, попробуем вот здесь. Но я здесь тоже, по-моему, включила. Да, здесь у меня тоже подключен телефон. Но хочу вам показать еще варианты, что есть дополнительные способы подтверждения двухфакторной аутентификации. Например, резервный способ. Это приложение для аутентификации. То есть вы можете его попробовать. Но я, например, люблю больше саму смс-ку, когда приходят. Но если вдруг у вас, может быть, какие-то проблемы с номером телефона, либо вы не можете удалить номер из вашей личной информации, то попробуйте подключить резервный способ и скачать приложение для подтверждения двухфакторки. И, возможно, тогда Facebook вам даст изменить номер телефона и подтвердить все-таки ваш аккаунт. То есть в чем суть этой двухфакторной аутентификации? Что прежде чем другой человек зайдет вообще в ваш Facebook, вот, допустим, под вашим логином и паролем, нужно будет подтверждение через номер телефона. А если он не введет этот код, то, соответственно, он не сможет войти в ваш Facebook. Поэтому таким простым действием вы можете просто защитить свой аккаунт, свой аккаунт Facebook, Instagram от взлома. Также хочу вам показать пример, как шлют мошенники. И это распознает даже чат GPT. То есть если вы сомневаетесь, и вам прислала поддержка Facebook или мошенники какое-то письмо, то просто заскриньте или отправьте этот текст в чат у GPT и спросите, это мошенники или это все-таки поддержка. На самом деле поддержка Facebook никогда вам не пишет самостоятельно. Для того, чтобы выйти на чат поддержки с живым человеком, это еще целый квест, который нужно пройти, чтобы найти эту кнопку, чтобы все-таки с вами связался не робот, а живой человек. Они никогда вам не пишут, пока вы им сами не оставили запросы, не задали какой-то вопрос по вашей проблеме. Поэтому как бы не обозначали себя люди, логотип мета, какой бы они не использовали, учитывайте, что это не от них. То есть вот такие вот сообщения, если посмотреть, что это вообще ссылка даже не на Facebook, тут там одно слово Facebook человек видит и потом и все уже верит. На самом деле нет. Еще обратите внимание, что такие сообщения шлют чаще всего мошенники директ вашей бизнес-страницы, то есть не на ваш аккаунт, а поддержка общается именно с вашим аккаунтом Facebook. И я вам сейчас покажу. То есть вот сейчас я захожу в свой аккаунт Facebook, в Messenger, и вот видите, вот здесь у меня запросы по поддержке. То есть вот, видите, как бы оно выглядит абсолютно другой чат. Они присылают короткие сообщения, они не присылают какие-то письма, перейдите по ссылке. Они могут одно предложение прислать и ссылку, и то это конкретно по моему вопросу, не по каким-то блокировкам или разблокировкам, которые не видны. Ну а если вдруг вы получили такое сообщение и думаете, а вдруг действительно что-то заблокировали мой Instagram или Facebook, то самый хороший способ – это не переходить по ссылкам, чтобы взломали ваш аккаунт, а это зайти на ваш Facebook, хорошо понимать, куда зайти, потому что есть отдельная графа «Центр поддержки для бизнеса». То есть вы можете зайти и посмотреть, есть ли ограничения на вашем Facebook, на ваших страницах, на ваших рекламных аккаунтах или бизнес-портфолио. То есть это все видно. И когда вы понимаете, где это найти и как оно выглядит, и как на самом деле выглядит блокировка от Facebook, то вы тогда находитесь в безопасной зоне, вы не будете переходить по ссылкам, верить каждому сообщению, которое присылают мошенники под видом нета. Поэтому если вы хотите разбираться, вы хотите не попасться на мошенников, вы хотите понимать вообще, как устроены инструменты Facebook, для того, чтобы ими эффективно пользоваться для бизнеса, для того, чтобы не попасться ни в какую ловушку, чтобы вас не обманули даже сотрудники, потому что такое тоже бывает, когда таргетологи могут случайно или специально забирать доступ, и потом человек теряет свою страницу. То есть когда вы не понимаете суть инструментов, то вы рискуете стать жертвой какого-то мошенничества. Это не самое приятное, что может случиться в вашей жизни и в вашем бизнесе. Поэтому под этим видео я оставляю ссылку на консультацию по разблокировке, продвижению Instagram, по настройке рекламы или подвязке правильной, чтобы у вас уже один раз все было правильно, вы понимали, как это устроено, и потом настраивали спокойно себе рекламу. Или оставляйте заявку на обучение на моем курсе «Рост и продажи» через таргет, для того, чтобы научиться не просто разбираться во всем и нажимать на кнопки, чтобы запустить рекламу, а понимать, что вы делаете, анализировать, работать с интересами, разбираться, как настроить рекламу так, чтобы она была дешевле. А если видео было полезно, то жду ваши лайки. Мне всегда приятно видеть обратную связь, и вопросы можете всегда писать под видео.